Господи помилуй! Божество благочестно поэт по пьюче! Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя! Слава Тебе, Боже, во веки веков! Аминь! Паки, паки, миром Господу помолимся! Господи помилуй! Пещера смертного Царя и Бога нашего просим! Господи! Господи! Господи, благоим и животворящим Твоим Духом ныне и признанной во веки веков! Боже, благословим, отца и сына и святаго, Духа Господа! Господа, ныне признаю вовремя Бога мир, Благородицу и Матерь Света в песнях Госвеличе, Благословие души правильных в Госпарство, Господи! И Бога нашего просит, Благословие Господи! Господи наш Сын! И Бога на земле, Благословие Господи! И Бога на земле, И Бога на земле, Благословие Господи! Высоцкий отнюдь не закопал свои большие, выдающиеся таланты. Оставлял до последнего дня своей жизни, и путь Богу к нему у него всегда был открыт. И прекращал идти навстречу Богу. Почему мы до сих пор любим Владимира Высоцкого, хотя с момента его смерти прошло 36 лет. Проблемы, которые мучили его современников, поэтому мы ему говорим, что это сугубо народный поэт. Вот сегодня практически в первый раз полным чином была совершена панихида на могиле нашего поэта Владимира Высоцкого. Насколько я помню, все остальное подобное, если и было, то совершалось приватно. А сейчас все совершается официально. И я очень лично шел к этому и очень старался, чтобы так получилось. Но это не только моя заслуга, конечно, это труды многих людей и молитва. Так что мы в день памяти Высоцкого, в день его смерти 25 июля совершили панихиду и произнесли слово памяти перед людьми, которые любят его, перед людьми, которые стараются жить так же, как жил и он, то есть неподкупно, прямо. Вот. Говорить перед ними было непросто, потому что это взыскующие люди, они прислушиваются к каждому слову. Но, тем не менее, все закончилось мирно и хорошо. Вот. И барды продолжили свои исполнения. Вы можете слышать их добрые голоса. Не пройдет и полкоза. Не пройдет и полкоза. Чтобы снова, чтобы снова, чтобы снова, чтобы снова полкоза.